Друзья, мы решили изготовить белорусские драники по рецепту президента Лукашенко, который не балует свой народ излишествами, а берет суть вопроса. Картошку, лук, яйцо и соль. Но так как мы собираемся сделать из sweet potato, а там крахмала немного, надо чем-то, чтобы держалась, чуть-чуть добавим муки. Ну хорошо, у нас будет не из картошки, а из sweet potato. Попробуем. Диетические, драники диетические в президентстве. Сама мысль о том, что драники по рецепту президента из Беларуси, уже наливает мысль, что диетические. Но у нас было как бы double diet. Если хотите стабильности, то прислушайтесь к рецепту. Выясняется, что лук нужен для того, чтобы драники потемнели. Не темнели. А, не темнели. Я неправильно понял. Вот когда вот эта картошка начищена уже, надо добавить лук, чтобы не темнели. А так она от воздуха потемнеет. От лука не темнеет. Понял, понял. Так, эту картошку мы... Эта картошка с изличествами, так, с крахмалом, мы идем мимо. Вот здесь написано, что это джуэлл светпатейка. На самом деле это неправильная картошка. Неправильная? Нет, это этот самый, вот он оранжевый. А, ну и что? Это ямс. А называется оно тоже, то есть это вот надо не ошибиться. То есть мы ямс не берем. А берем ту, которую белую. Так. Она называется ханна, да? Ханна. Да, вот эту вот, если ее отщипить, она будет нормальная, белая картошка. Отщипляем, смотрим, белая, точно, точно. Вот эта картошка еще вкуснее. Она более крахмальная. Что же мы не берем ее? Она вот именно, она более крахмальная, поэтому мы ее не берем. Мы, кстати, можем на драники именно ее взять. Можем вот такую взять. Так, ну что, возьмем на драники те, кто больше, то что больше крахмала или то, что меньше. Мы можем сделать без муки, попробовать тестовый вариант и потом решить, добавлять муку или нет. Вот что значит тестер, понимаешь, он так. Вы знаете, как называется вот этот лучок? Вот этот лучок, вот такой плоский. Он маленький, но за счет того, что плоский, у него есть название. И вот название там у него на табличке есть, это Чиполлини. Их вообще-то очень интересно, что они тяжело лежат, они вроде-таки твердые. На самом деле они очень на пару, очень быстро готовятся, а если варить, то они тоже готовятся. А мы-то думали, что за Чиполлина, думали просто коммунист. А вы знаете эту сказку? Да, он же боролся за права внесенных. И вот так вам сказать, был таким мультяшным символом борьбы. Ну, был старый фильм, уже в 50-х годах такой мультик был рисованный. Да-да-да, где? Графини-вишенки такие были, субтильные. Да-да-да, вместе так ходили постоянно, соединенные. Ну, видите, как у нас, у вас сколько лет вообще? 31. Как же вы такие вещи знаете? Мы смотрели и даже читали книжки. А куда Волга впадает, знаете? Волга нет. Понял. Я помню, на трансляции был такой вопрос. Не вяжут. Нет, ну это вяжут. Я не знаю, я когда такого формата форму увижу, я понимаю, что она вся вяжет. Она может не вязать. Если её запирали в камере с СО2, там вот этот вот элемент, который отвечает за вязкость, он обычно уходит. Вот так делают испанскую обрабатывание, которую поставляют на российские, белорусские. Ну, может у вас так. А у нас вот я сколько раз пытался, столько раз вязала. А вот это не вяжут. Еще один вариант, как можно налить алкоголь, стаканчик и в какую-то емкость поставить, чтобы стоял стаканчик. И вот эти пары алкоголя, они, соответственно, связываются с этим элементом внутри. И тоже этот элемент свяжешь и уходит. Это мне напоминает современные мобильные технологии. Так, я... Да, что там у нас там? Ну, да. В общем, не вяжущая, только вот такая. Не впечатляющая тоже, какая-то миниатюрная. С ноготок. Второй день подряд, друзья, показываем вам мясные ряды. Но это в магазине, просто в магазине. Оно такое... Не дешевое тоже. Вот как-то... Мы дешевые тоже показывали. Вот я из китайских магазинов показывал. Там раза в три дешевле. Вот то же самое. Ну, конечно, не то же самое, вы понимаете, да? Раза в три дешевле. А здесь вот такое с понтом. Все такое органическое. Травкой выкормленное. Там без химикатов, без уколов. И точка стоит между долларами и центами. А то вчера в мексиканском не было точки. И люди говорят, как же с ценой-то разобраться. Это дары океана, друзья. И пунч. Краб справа, он уже сваренный. Красиво. Знаете, друзья, небольшая вроде у нас корзиночка. Но Демьян туда залез. Молодец. Он так, знаете, сам упаковался. Все удивлялись и сомневались, что он туда залезет. Но он залез сам и как-то ноги так заложил руками. Ты можешь ножки сюда вывести. Вот так вот. Все, вывозишь? Нет. Нет? Ну, слушайте, а в Минске можно ребенка в корзинку? В тележку? В тележку. В тележку. Ну, я думаю, не в каждом магазине. Да. Ну, сделают замечания. Да, сделают. Так, ну что, пошли. Здесь замечания не делают. А, все-таки неудобно там. Не будешь сидеть здесь, да? Все, поехали. Поехали. Ну да, теперь уже как бы полный боекомплект уже с игрушками. Мне понравилось, ведь наехали. Да. Он сам там разбирается, да? Какие игры? Там тоже просто неплохо. Друзья, шляп много, а Ира у нас одна. О-о-о. Ну, неплохо. Я думаю, что вот к этой кофточке, вот та коричневая, может быть, интересная будет. Да. О, такая она, смотри. О-о-о. С дырочками. Сейчас я это покажу. Дырочки тут вот есть. Как вязана? Она вязаная? Когда в жизни шляпки носила. Ну, вам идет. Она промывается ветром. Это очень важно. Ветом тогда жарко. Это потеплее. А как видно? Да. Слушайте, кожаная такая. Смотри, какая. О-о-о. Комиссарская. Не, ну вы в ней как рыбак. То есть, как до комиссара. А давайте, давайте Наиру. Наиру давайте. Вот. Да. Так, мы пришли на кассу, друзья. Тут у нас молодое дарование, значит, играет. Вот касса. 10 долларов и 34 центов. 2 LAR. 6. 6.